Это чайка. Она голодная, там несколько дней не ела. Фарфор? Да, он такой фарфор. Всем привет! Я думаю из названия ролика уже понятно, что дрона у меня больше нет. И этого уже никак не исправить, его никак не вернуть. И в этом ролике мы поговорим о том, чем запомнился Mavic 3Sign в моей жизни, как прошел год с ним, какие были интересные и приятные моменты, ну и почему его не стало. Ну, сегодня со мной Анюта, моя жена. И часто она находится где-то за камерой, смотрит со стороны, что там подсказывает. Но сегодня будет в кадре. У нас будет наше общение в формате такого вопрос-ответ. Анюта будет задавать вопросы, я буду на них отвечать и рассказывать про то, что случилось. Ну и в целом про нашу тему аэросъемки. Поехали! Всем привет! Итак, так мы будем работать в формате вопрос-ответ. Я буду тебе задавать вопросы, на которые в какой-то степени я ответ знаю. Но я хочу, чтобы ты рассказал это именно для остальных. Итак, расскажи, как Mavic 3Sign появился в твоей жизни. Mavic 3Sign. Я бы очень сильно хотел. И несмотря на то, что он там стоил офигенно дорого, я за ним гонялся по Дубаю. Мы были в поездке на неделю, две, не помню еще сколько. Десять дней. Мы были в Дубае, и я по всем магазинам электроники ездил, узнавал, где этот дрон, именно комплектации Sign. Мне говорили, что его нигде нет, вы можете оставить номер телефона, и в следующей поставке он будет, мы вам позвоним. Я оставлял везде свои контактные данные, мне через неделю, кто-то раньше, кто-то позже, звонил, говорил, что, знаете, извините, дроны пришли, но именно этой модели нет. Поэтому не получится вас его получить. Потому что, ну ладно, значит, сэкономлю деньги, куплю Mavic 3, ну, не Sign. И спустя месяц родители были в поездке в Дубае, поехали по нашим следам, по нашим впечатлениям, и перевезли оттуда Mavic 3 Sign. Я такой, вуууу, я там столько счастья было, я просто не поверил, что мне там говорят, там тебе подарок с Дубаева. Ну, я даже не думал, что там может оказаться, когда я вижу пакет огромный с магазиной электроники. Я такой, что-то интересно Открываю, достаю И вижу этот дрон Я прям очень счастлив А я это помню совсем иначе Ты открываешь пакет Смотришь, что ты был не очень счастлив Ты был, по-моему, в шоке Ты ходил и говорил, зачем это очень дорого Это очень дорого Да, потому что у тебя уже есть дрон И тебе привозят такой же, только дороже Лучше или дороже, да Окей Ввиду того, что у тебя был Mavic 3 Это Mavic 3 Sine Чем он отличался? Почему ты хотел именно Sine версию И чем тебе не устраивал обычный Mavic 3? В целом, Mavic 3 отличный дрон К нему никаких претензий нет Но почему я хотел именно Sine версию Потому что я хотел в первую очередь Новый пульт Это смарт-контроллер Раньше называл, сейчас называется RS Pro Римут-контроллер И я вот хотел этот пульт Этот пульт отдельно стоил 1000 долларов В России он стоил там 100 тысяч рублей И я как бы был готов уже заказывать этот пульт в России за 100 тысяч Но, я не знаю, там буквально Образно были выходные Я планировал там на следующий день делать заказ И вот когда приехал домой Mavic 3 Sine Такой, о! Ну, короче, это Позвращайте к тому, что уже было Да Основное отличие С флешкой Сейчас в... Благо ты выезжал всегда Заранее Да, я всегда выезжал заранее То есть для меня пунктуальность была очень важно Все мог прийти там за полчаса на локацию Спокойно и просто сидеть ждать Ну, потому что, типа, я пунктуальный Поэтому В начале карьера у меня были проблемы с флешками Но вот когда появился Mavic 3 Sine И в нем просто 1 терабайт SSD И это очень удобно Ты просто вообще не паришься за память Ты там, не знаю Форматируешь этот жесткий диск Раз в какое-то количество времени Там месяцев, наверное, даже Потому что это память у тебя забивается Ты просто прям внутри делаешь папочки Типа такая-то съемка, такая-то съемка Такая-то съемка И удобно у тебя это как бэкап Если вдруг что-то произойдет там с твоим материалом На компьютере Когда он там обрабатывается Передается там третьим лицам У тебя есть SSD, да, запасная копия Просто на жестком диске Потому что там просто много места И в этом формате было удобно Ну и третье основное отличие Sine версии от обычной Это то, что там есть киношные кодеки Киношные кодеки позволяют получить более Хорошую картинку То есть хорошую в плане того, что ее можно лучше обрабатывать На постобработке Для понимания Сейчас мы пишем в видео На камеру в битрейте Там 50 мегабит в секунду Тот кодек киношный, который был на дроне Он записывал Два с половиной гигабайта в секунду То есть образно Четыре секунды в видео ты записал У тебя уже 10 гигов занято То есть это вот такой был киношный кодек Ты говорил про пульт Я помню, что у тебя есть сравнение пультов Выкладывал ли ты его на YouTube? Да, я когда получил с дрон Я первым делом Я даже дома не распаковывал Я, наверное, в этот же день Я поехал в продакшн Это один из продакшн Работал в Сочи И говорю, что я хочу записать распаковочку И первым делом Я записал распаковку Как первые эмоции Первые впечатления И после этого было еще два видео Это вот одно Я сравнивал пульты Тогда еще твой ученик был Который с горячего пища был как раз в Сочи И он дал свой первый контроллер Да Мой ученик, потому что если вдруг кто не знает У меня есть своя школа онлайн-академия По аэросъемке Где мы обучаем ребят аэросъемке И вот так совпало, что в тот момент Когда мне пришел дрон Ученик мой находился также в продакшн И он набирался опыта, обучался И у него был пульт смарт-контроллер первого поколения Поэтому, пользуясь случаем Я делал сравнение пультов У скольки человек на тот момент Уже были такие дроны? То есть, насколько я помню Судя по тому, что его гарантия закончилась в январе Значит, он был куплен в конце января И приехал к тебе в феврале На февраль, несмотря на то, что он вышел осенью На февраль, сколько уже таких дронов было в Сочи? Насколько я помню, что именно в тот момент Примерно в одну и ту же неделю В Сочи появились два дрона Один у меня И один у парня на поляне Сейчас я не знаю, не скажу, сколько их в Сочи Может быть Не, конкретно на тот момент К тому, что ситуация сильно не поменялась За год Их там не так много именно сайнверти То есть, вот у парня был и у меня Два дрона в городе И, скажем так, делал такое небольшое Отличие от всех других пилотов Можно ли сказать, что Mavic 3Sign это конкурентное преимущество? Да, да Потому что есть, скажем так, некие заказчики Которым необходимо качество Я не понимаю, что им это качество дает киношный кодек ProRes И либо ты заказываешь Inspire Который, в принципе, тоже, опять же, не так много Он большой, шумный И надо там два пилота по-хорошему в идеале Либо ты заказываешь Mavic 3Sign То есть, да, это разные категории дронов Но, тем не менее, этого дрона было достаточно Для того, чтобы снять какие-то хорошие, сочные кадры Хотела сказать чуть-чуть раньше Но сейчас вспомнила, какая у него была цена Давай так, Mavic 3, когда мы покупали, привозили И Mavic 3Sign Ну, именно в долларовом эквиваленте он остался так же То есть, Mavic 3Sign он стоил 5000 долларов Он сейчас, спустя год, так же стоит А в рублевом эквиваленте В России он стоил, если я не ошибаюсь, 600 тысяч рублей На тот момент, Mavic 3Sign А мы его взяли что-то там за 400-450 где-то в этом диапазоне Ну, это 50, то ли 475 Ну, мне кажется, в этом диапазоне То есть, примерно 1000 на 150 дешевле, чем в России А отличия между Mavic 3Sign и Mavic 3 в цене? Разница в цене примерно полторы тысячи долларов За счет того, что сам пульт стоит 1000 долларов И SSD 500 Ну, и ProRes, сам кодек То есть, да, примерно он стоил 3500 долларов У тебя была проблема с дроном и с камерой Которая началась с самого начала И которая длилась очень длительное время И о которой у тебя был записан отдельный ролик, который не успел выйти Но я надеюсь, он обязательно выйдет Ты его смонтируешь, соберешься и сделаешь Расскажи, что это за проблема, когда она появилась Когда ко мне попал ко мне в руки дрон Mavic 3Sign Я первую неделю его активно там использовал Снимал обзоры, сравнения Выезжал на локации Сравнил, как далеко улетает в разных точках города Сочи Возвращается ли? Да То есть, я максимально пытался сделать на него обзоры И вот первую неделю все было окей Где-то там день на 8-10 С камерой начались проблемы Как это вообще проявлялось Ты только запускаешь дрон Как бы все окей Как только он отрывается от твоей руки Я всегда запускал с руки Начинала появляться рябь на видео Причем она не просто моргала Она сперва мигала Потом заволокивала весь экран И просто картинка пропадала То есть, видео не было Но пульт управлялся То есть, дрон управлялся Как только я ловил дрон Сажал его Картинка появлялась Для меня вообще первое время Был такой шок Типа, это новый дрон Он только вышел Какие могут быть там с ним сложности Абсолютно непонятно, что происходит Что с ним делать И я там пробовал Сперва обновлять ПО Искал на форумах То есть, ничего вообще подобного не было Это никак не проходило Я начал сразу писать в техподдержку DJI Что тут так и так Новый дрон Только купили Вот такие вот появляются проблемы Отправлял им скрины Записи экрана Они сказали, что Окей, мы вашу информацию приняли Вы можете прилететь к нам в Дубай Там, где его купили Чтобы сдать его по гарантии Либо отремонтировать его в Москве В нашем дилерском центре Я такой Окей, хорошо С кем? Как я могу связаться с Москвой? Мне дают контакты Я созваниваюсь с Москвой Говорю, что так и так Меня направили к вам Есть такая вот проблема На что мне говорят в Москве Знаете, дрон новый И мы еще не получили никакого оборудования Мы еще не имеем опыта Для его диагностики Да То есть, говорит Вы можете отправить нам дрон Мы его там покрутим, повертим Но мы его не сможем полноценно продиагностировать И сказать, какая здесь проблема Поэтому отправлять нам его сейчас нет никакого смысла Я такой Окей Пишу опять тебе поддержку DJI Что так и так Я обратился, но у них сейчас нет возможности Продиагностировать мой дрон Они говорят Ну У тебя остается один вариант Это лететь не в Дубай И так для понимания, что Пока вот это все разбирательство происходило С техподдержкой Потому что это все Ты пишешь на почту Там отправляешь логи, скрины Пока не проверяют Дают тебе обратную связь То есть, на это все ушло чуть больше недели И когда мы за последний раз общались с поддержкой DJI У меня дрон восстановился Не знаю, просто пропало То, что было Никаких с ним проблем нет Я подумал, что Ну, наверное, это была какая-то проблема с программным обеспечением Вышло новое ПО Все обновилось И стало все окей Типа, возможно, была проблема с этим И на протяжении примерно Месяца, там, 7-6-7-8 месяцев Вообще не было никаких проблем с камерой И, то есть, ну Все, я был счастлив Проблема решена Мне не пришлось лететь в Дубай Но Вот это вот Первая неделя после покупки Когда начались проблемы Это было прям очень Нервозно для такого внутреннего состояния Ты говоришь, что это прошло Но ты его все равно отправлял в Дубай Да Продолжение, скажем так, этой истории Потому что Да, с ним все прошло Было все окей Я долгое время летал На этом дроне Снимал много кадров То есть, много материала было на нем отснято Но когда мы записывали уроки Для нашего курса по расъемке Когда мы его обновляли Обновляли, да То есть, после лета мы записывали Полностью Перезаписывали всю базу То есть, там, больше 80 уроков у нас получилось Когда мы делали обновление У меня опять стали появляться проблемы С ним сейчас меня вот камера Подключивает На моей витрии начались технические проблемы с камерой Поэтому мы поменяли дрон на другой Чтобы картинка была без помех, без искажений Запускаем И продолжаем Наш урок И я такой Опять, наверное Какая-то проблема Уже, скорее всего, это не связано с каким-то ПО Конечно, пробовал обновлять И как-то там было много работы Много заказов В то время еще у Анюты появился дрон Мavic Mini 3 Pro На него тоже есть сравнение Естественно, когда я решила, что я хочу себе на день рождения дроны Когда я его получила Первым делом Саша у меня вот так коробку из рук забрал И такой Сначала я сниму обзор Потому что, ну типа Давай мы его не будем открывать Давай мы его не будем открывать Давай мы не будем открывать коробку Распаковывать Я хочу это сделать на камеру Я хочу достать Чтобы было вот это первое впечатление Я думаю, ты знаешь, как на ютубе ссылку привязывать Да, да, блин, он такой маленький Какой он маленький Просто достаешь Такой, что это? Да, для этого есть видео Окей Да Так, и мы остановились на том, что у тебя опять появились проблемы Но была замена альтернатива мой дрон Да И ты снимал на нем То есть я подумал, что я немножко попозже вернусь к этому вопрос Потому что, как бы, есть дрон у Анюты Я начал летать, снимать на нем И уроки записывали, и заказы выполняли Плюс там летом была очень плотная съемка в Баба Кэмпе Опять же есть ролик оттуда Резон, что мы создали эту область Это, что мы любим nature Мы любим спорт Мы любим sharing Оставалось где-то месяца два до окончания гарантии Я подумал, что надо все-таки заняться этим вопросом Потому что гарантия подходит к концу И, как бы, ну не хочется остаться с дроном, который не работает Я опять пишу в техподдержку DJI Описываю проблему Говорю, что я вот сейчас уже живу в Турции Потому что на тот момент уже в России были санкции Поддержка не работала Как бы мы уже последний год живем в Турции Говорю, что так и так Я вот летаю в Турции Живу в Турции Какие у меня есть варианты для того, чтобы отремонтировать мой дрон? Мне говорят У вас есть две опции Первая Прилететь снова в Дубай Там, где вы его покупали Для гарантийного обслуживания Либо обратиться в сервис, который находится в Стамбуле Но в Стамбуле вы будете делать ремонт за свой счет Я подумал, что ну Я в целом могу обратиться в сервис в Стамбуле Для того, чтобы мне провели диагностику Я хотя бы понимал, сколько будет стоить ремонт То есть есть ли мне смысл лететь с ним в Дубай Пока он тратится на билеты Либо есть смысл просто в сервисе отремонтировать Ну там какая-то проблема со шлейфом или еще с чем-нибудь Я начал писать техподдержку стамбульскую Мне не отвечают Стал им звонить Люди берут трубку Слушают и сбрасывают Я стал смотреть в гугл-картах этот адрес Там этот сервис закрыт И я такой понимаю Блин, как-то мне не хочется отправлять туда свой дрон Когда никакого вообще ответа от техподдержки, от сервиса этого нет И остается как бы один вариант Это Дубай Я думаю, лететь самому как бы нет времени Потому что ты потратишь несколько дней, чтобы отвезти, забрать Думаю, я лучше отправлю его доставкой Прихожу в доставку Оформляем документы Мне говорят, что ваша доставка будет стоить 400 долларов Как бы на тот момент билеты стоили 300 долларов туда-обратно Я подумал, что, блин, как будто бы есть мысль слетать самому Но не было времени и возможности, чтобы просто взять и несколько дней улететь Поэтому решил, что отправлю я его UPS UPS, да, такая прям замечательная компания Которая Потрясающая Никогда больше не обратимся Просто для понимания Она больше месяца 40 дней доставляла мой дрон Хотя обещали 7-10 Они неправильно заполняли документы сами Себе неправильно заполняли документы И дрон просто кочевал по Турции Он посетил больше городов, чем мы Он возвращался несколько с Фетхи При этом нам об этом не говорили Мы потом узнали это из истории поездки нашего дрона И как итог Через 40, да? Больше 40 дней Через 40-41, что-то такое Через, ну, 4 десятка дней Дрон добрался до Дубая Да, это прям была очень такая длительная история Которая очень сильно давила Потому что ты забрать дрон не можешь Потому что тебе деньги не вернут И до конца гарантии, как бы, время все идет Я его отправлял за месяц до окончания гарантии Он, прежде всего, приехал в Дубай уже после окончания гарантии И мой дрон, окей, как бы, приняли Никаких вопросов мне не задали За что им большое спасибо Техподдержка в Дубай прям, да, отдельное спасибо Потому что они дрон приняли, отписали Все окей, мы взяли его на диагностику И спустя неделю присылают мне отчет Что никаких проблем с ним не обнаружено Вот просто ничего Они мне присылают видео, как они летают Как они выезжают на локацию, снимают И дрон работает прекрасно Вообще никаких с ним проблем нет Я думаю, ты сейчас так подробно это все описал Всю эту историю, что, наверное, ролик о том Как были эти технические проблемы Просто создавать смысла нет Потому что это настолько ярко было Вот эмоционально у меня в тот момент внутри Потому что, блин, у меня есть реально проблема с дроном Мне его больше месяца пытались доставить И вы мне сейчас говорите, что нету никаких проблем с дроном Да, они такие, типа, проблем нету Напишите адрес, куда возвращать Я такой, нет-нет-нет Я говорю, смотрите, там есть в пульте флешка На этой флешке есть записи экрана Когда я летал То есть я прям в день отправки делал запись И до этого у меня есть записи экрана Посмотрите их Я им там загрузил на облако еще материал Отправил им ссылку Говорю, смотрите, у меня есть эта проблема Спустя там еще одну неделю мне пишут, что Мы проблему так и не обнаружили Но мы заменили вам вашу камеру с подвесом То есть проблемы не нашли Но они поменяли камеру и подвес За что им вообще огромная благодарность Я сказал, что отлично, супер Я беру билеты, лечу, забираю дрон Возвращаюсь, летаю И да, с ним все было прекрасно То есть проблем больше не возникало Вообще не возникало И это было такое У меня такое было волнительное чувство Когда я запускал первый раз после сервиса Потому что, ну, понимаете, что У меня проблема есть, у них проблемы нет Там прошло два месяца В путешествие В путешествие, да, и тебе возвращают обратно дрон Ты такой, есть проблема или нет, запускаешь И все отлично Это было прекрасное ощущение Окей, то есть, ну, это решилось Сколько... Помнишь ли ты, когда он вернулся? Вместе на завтра У нас же, помнишь, когда я бюджет сводила За март говорила, что... Очень много я оставил... Очень много перекусов Очень много я провел в Дубае Да, и вот То есть, получается, прошел только месяц С того, как проблема решилась То есть, по сути... Это видео стало еще грустней Не налетал все Получается, сколько... Ну, с учетом, что там были такие проблемы Помнишь ли... Знаешь ли ты, сколько ты часов Налетал на нем? Сколько часов я налетал Именно на этом броне Уже после ремонта Ну, смотри, у меня было несколько проектов На которых я... Наверное, я скажу, по батареям Наверное, по батареям будет легче Я, наверное, отлетал батарей 15 Может чуть больше Может где-то 20 батарей То есть, 20 батарей Это примерно по 30 минут в воздухе 10 часов Ну, неплохо А у тебя нет статистики, да? За все время А, ну, где-то приложение должно быть Ну, ладно Окей Я думаю, что вводная часть Которая должна была тянуться Максимум 5 минут у нас закончена Может быть, что-то подрежешь Может быть, нет Давай мы перейдем к тому Что же произошло с дроном Когда это произошло? Что это была за съемка? Да, основная тема нашего ролика Съемка, на которую я тебя отпустила Мне пришел заказ на съемку одной девушки Эта девушка сама этот заказ выполнить не смогла Так как у нее не было достаточное оборудование И она направила на меня Мне подобные идеи Подобные проекты были очень интересные Анюта меня отпустила А, просто Хотя, правда Да, просто говорит, что Как ты относишься к тому, что Меня не будет дома три дня Я такая Ну, я уже привыкла Он говорит Нет, меня не будет днем и ночью Мне надо будет оставаться на ночевку на яхте Я такая Ну, постояла, постояла такая Слушай Ну, наверное, тебе это нравится Я знаю, что ты это любишь Окей И он, получив положительный ответ Такой Окей Это женский корпоратив Я говорю, там будут все девушки Да, это было Я такая Типа Это было три дня на яхте В компании девушек Но Они все женаты Все с детьми И у них был Именно такой рабочий процесс Обучению яхтингу То есть я просто как оператор Снимал весь процесс Их обучения Мы ходили под парусом Мы ходили в шторм Мы ходили по островам Это было классно, красиво И вот на третьем завершающем дне Я утопил свой дрон За три часа до окончания рабочего дня Да, это прям уже был конец Это был вечер Это был мой В целом Последний взлет, который я планировал сделать В тот день Потому что надо было снять Пока есть закатное солнышко Несколько локаций И Как это произошло? Я запускаю все яхты То есть это высота метра 5 Слетаю Жду пока подключится все там GPS Когда все настроится Вижу, что все окей Начинаю лететь Там лететь, наверное, было метров 500 600 То есть не сказать, что прям сильно далеко Но это было открытое море То есть открытая площадка Нету ничего Ни других кораблей Ни каких-нибудь там антенн Ничего Просто Чище до глади Я пролетел 38 секунд И Как это можно представить? Представь, что Это чайка Она голодная Там несколько дней Не ела Летит По своим каким-то Не знаю Делам И видит, что Внизу есть рыба Она понимает, что я голодная И она Просто пикирует вниз То есть она там Не задумываясь Там посмотреть на нее Она вот Летела И просто Воткнулась в воду И то самое Происло с моим дроном 38 секунд Ровного полета Просто по прямой И потом он Резко Просто упал вниз И Я Когда видел, что Картинка начала Кренить немножко вбок Я подумал, что Ну, наверное Ветер появился Спокойно нажимаю Левый стик вверх Потому что для меня Это уже такая Привычная история Когда если вдруг Что-то происходит Я поднимаю дрон вверх Жду информацию о том Что сейчас на экране Высветится Что Осторожно Там сильный ветер Смотрю на экран Но Не появляется Никакой информации А мой дрон Продолжает лететь вниз Я просто смотрю Вот вперед Там 300 метров То есть Его было видно И вижу просто Как брызги В воде И все Картинки нет И я встал Буквально там Пару секунд Такой Все Это Ты был на яхте Я был на яхте Да То есть Там высота была Метр 25 Как дрон летел Ну он был летел Высокой Нормально И я просто понимаю Что все Я ничего не сделаю Потому что Там Глубоко Как мне потом уже Сказали Там глубина была 35 метров И Ну сейчас Дальше дойду Что Я просто Стою С этим пультом Я понимаю Что Плыть туда Нет смысла Я говорю Команде Что У меня Утонул дрон Они там Сразу Берут лодку Сажают меня Говорят Давай Плавай Посмотри Вдруг он где-то На поверхности Ну Сделай что-нибудь Я сажусь На лодку Мы плывем В то место Плаваем По кругу Я как бы Понимаю Что Он не будет плавать Он тяжел Что он уже Утонул И Это было так тяжело Внутри Я просто понимаю Что вот он Был дрон И его нет Это Тот дрон Который я так сильно хотел С которым Было очень много Вознес С этим ремонтом Очень много геморроя Да С которым там Летал в другую страну Чтобы его отремонтировать И вот просто Его нет И По возвращению На Лодку На яхту Говорят Ну нет Его нет Сразу Все Начинают Писать Звонить Я сообщил Анюти сообщил Друзьям Что Мой дрон Утонул Все сразу Начали искать Дайверов Не знаю Там было задействовано Человек 10-15 Во всех чатах Всем знакомым В яхт клуб Яхтсменам Кто где может Там в чатах Искали Дайверов Показывали Локацию Куда он Утонул И все Говорят Что Там очень глубоко То есть Метров 35-40 Что Достать его Все будет проблемно Потому что Сейчас уже был вечер Это было под закат Закат Да Солнышко ушло Сейчас темнеет И на такой глубине Искать дрон Ну это нереально Ну это будет просто проблемно И вероятно Что вы найти Вообще минимально Все говорили на то Чтобы поехать Искать дрон Утром Но так как вода Очень соленая То есть Да Если бы он упал Там в озеро Или в речку Я бы сказал Что ну окей Утром сюда приедем Будем искать Потому что Как бы в пресной воде Еще есть какой-то шанс Его потом отмыть И Ну восстановить Хоть как-то Здесь вода Очень соленая То есть К примеру Там опустишь Так у телефон Просто в воду В море Поснимать рыбу Достанешь И когда он высохнет У тебя По всем краям Везде Где есть Есть будет соль То есть Окисляется Очень быстро И Тем более На такой глубине И Я сказал Ну спасибо большое Всем за Помощь За ваше Орудение Желание Как-то мне помочь Но Его уже не спасти Типа да Можно было там Прийти утром Понарять Возможно Там найти Достать Но Ни SSD Не спасти Ни камеру Ни всю эту Материнскую плату Просто как на память При этом там Что дайвер стоит 300 долларов И не факт Что он его Найдет Я думаю Они бы его Не нашли Потому что Ты говоришь Что вот он Упал Вот так Он Скорее всего Упал на дно Там глубоко И плюс Были волны Как бы Ветра Как такого Не было Но были волны И Разброс С такой высоты Довольно Большой Потому что Он Реального Могло Унести Очень далеко Да Когда тебе Ну у тебя Есть очень У Саши Есть очень Большая база Разных Ситуаций С дронами Когда Часто бывает Такое Что Человека Дрон упал И он Не понимает Причину И у Саши Есть прям Отдельный Телеграм Чат Куда Скидываем Ну между Собой Скидываем Информацию У кого Упал Дрон И расписываем Ситуацию Почему Это упало Почему Это произошло И Также К Саше Обращаются Говорят Саш Ну вот такая Ситуация Не понимаю И Саша Там смотрит Логи полетов Смотрит Там батареи То-то-то-то-то Видео И дает Информацию И Он всегда Говорит Что не бывает Случаев Чтобы Не было Вины Человека И Мы часто Любим Снимать Себя Вину И Когда Вот Те люди Говорят Что я Не виноват Я не виноват Я все делал Как правильно Либо я не делал Ничего Не трогал Стики И так далее Он сам Ты говоришь Такого быть Не может Вот сейчас Ты описываешь Ровно Ту ситуацию То есть Нет ли Такого Что ты Снимаешь Себя Вину Да У нас Есть Чат Где мы Обсуждаем Различные Сложные Моменты С дронами Мы обсуждаем Это на Курсе И Я всегда Говорю То что Есть Вина Человека И вот В этот Момент Когда У меня Упал Дрон Как бы Я понимаю Что моей Вины Здесь вообще Никакой Нет Я знаю Все свои дети Я знаю Что я делал Я То есть Все прекрасно Помню Ну Все До Деталей Я помню Что Какие действия Теперь тебе это будет снится Какие Детали Ну что я делал Я понимаю Что моей вины В этом нет И мне от этого Было еще обидней То есть Если бы я там Врезался в дерево Если бы там Врезался в чай То есть Врезался в мач То есть Еще во что-нибудь В скалу То есть Как бы Я понимал Да Это блин Моя вина Я накосячивал Ну вот Рукожоп Не знаю Как там По-другому назвать Но Здесь Просто был Ровный полет И трон упал И Обидно очень было У тебя Опыт Пилотирования Не прекращающийся Постоянный Практически ежедневный С 2016 года То есть Это 4, 5, 6, 7 лет У тебя было Множество разных Тронов Которые Какие-то там Сбивали Спецслужбы Несколько Было случаев Когда Ну По невнимательности Например Врезался дерево В самом начале Я помню Этот Бедняжку Фантома Франкенштейна Он очень крепкий Кстати был Фантом Хоть он и большой И страшный Но он был довольно крепкий Он был довольно крепкий Он много раз ремонтировался И мы его еще потом продали И еще человек Через два года Писал Огромное спасибо За это дрон И я была в шоке Что он еще жив Вот За все то время Что ты летаешь Были ли у тебя Даже Подобные случаи Когда вот Так вот Дрон Зная что Нет подмена сигнала Там что и тому подобное Что он просто Начинал Вести себя Неадекватно В таком формате Именно в таком формате Нет Ну да У меня вот За Шесть лет Полноценных Было много Разных ситуаций Когда и Бились И падались И врезались И сигнал Глушили То есть Много всего было Но чтобы Именно в таком формате Чтобы дрон Просто сам по себе Упал Никогда не было У нас были там Случаи у учеников Кстати тоже За прошедший год Было Неслика разных Инцидентов Когда Были проблемы С камерой Когда дрон Просто исчез Причем Дрон И пилот Находились там 20-50 метров Рядом Друг от друга И Дрон исчез То есть Мы смотрели Потом логи полетов Вот Дрон есть Он там Висел над дорогой И он исчез И не было там Никаких фур И не было там Дрона потом В деревьях То есть Очень долго Разбирались Искались Пытались там Помочь всем Сообществом Найти этот дрон Там Он приезжал Потом С друзьями Обыскивали Эту локацию Просто Дрон исчез И в DJI Когда мы Обратились Типа Так и так Исчез дрон Вот вам Всю информацию Проверяйте Смотрите Как бы Что это Что с ним Произошло Д DJI Такой Мы не знаем Да Мы не знаем Просто Дрон исчез Анализируя там Свой случай Как дрон Упал в воду Я думал Мне там Многие написали Что Может быть Это была чайка Но Если была бы чайка Был бы звук Там От пропеллеров Винтов Было бы На Видео Там Перья Крылья Еще что-нибудь Ну и Когда бы подплыли Тоже были бы Перья Ну Что Ну Он был Близко Это было Видно Это было Слышно Как он Летит Он работает И Остается Там Подумать Что это Возможно Что-то С пропеллерами Но Блин Пропеллеры На Мавике Третьем Они Очень крепкие Они Очень мощные Плотные То есть Там Порвать Неми Что-нибудь Сделать Раздробить Проблемно Поэтому Чтобы Там Случилось Что-то С пропеллером Сложно Представить Единственное Там Еще Есть Небольшой Нюанс В логах Полетов Видно Что Батарея Немножко Просила В напряжении За последние Доли Секунды До Отключения Но Это Возможно Уже При падении В воду Касание Воды И Она Еще Передать У меня В планах Но Ты Рассказал Про Случай Степана Когда Дрон Просто Хоп И исчез Я Вот Помню Еще Ученик Еще Первого Потока Который Путешествует Он У нас Путешественник Он Сам У себя Путешественник И Он Путешествует По миру Снимает Тоже Потрясающую Рассъемку Очень Висковый Парень И Любит Такие Экстремальные Полеты Особенно Я На Обучение Когда Мы Говорили Что Не Летайте На Открытых Площадках Ой То есть Летайте На Открытых Площадках Не Летайте В Городе Чтобы Первое Время Научиться Управлять Чтобы Было Безопасное Место Безопасная Локация На Что Он Присылает Как Он Летает Рядом Со Станкино Как Он Летает Рядом С Красной Площадью Рядом С Нас Не Отмечай Пожалуйста Да И у него Была Проблема Он Купил Дрон Ему Привезли Дрон Из Будапешта И он Просто Его Не Мог Активировать То есть Никак Ни При Каких Условиях Не Проходила Активация Мне Кажется Просто Все Дронщики Страны Пытались Ему Помочь Потому Что Тоже Проблема Которая Не Повторялась Ни У Кого Нигде И Как Когда Такой Вот Просто Проблема С активацией Просто Не Не Дает Нажать На кнопку Активировать Да Мне вот Интересно Что Ну По сути Я еще Помню У меня Были Тоже С Мини Три Про Такие Сложности Когда Мне Казалось Что Дрон Ведет Себя Не Так Как Я Управляю Им То Хотя Ну В Турции С глушилками Намного Легче И проще Чем В Сочи И в Москве Что Качество DJI Ухудшилось За последнее Время Ну Знаешь Здесь Так Посмотреть По статистике Возможно Да Это Вече Просто Наш Только Наше Сообщество И мы Уже Привели Да Наши Комьюнити Где Мы Привели Уже Пять Примеров Которые Ну Четко Да То есть Раньше С дронами DJI Вообще Небо Никаких Проблем Сложностей Они Работали Как Часы И Те даже Не было Предположения Что с ними Может что-то Пойти Не так Как iPhone Первое Время То есть Сейчас Какие-то Детские Подлагивания Иногда То камера Подвиснет То еще Что-нибудь Раньше Они работали Вообще Стабильно Четко И Без Сложностей Так и Дроны DJI Раньше Работали Вообще Отлично Но За последний Год Реально Очень Много Было Случаев И Ну Среди Учеников Знакомых Коллег Может ли Это Значит То Что DJI Они Уже Поняли Что Они Монополисты И Начали Допускать Какие-то Такие Косяки Со Своей Стороны Так же Вот Как iPhone То есть Мы Помним iPhone Когда Они Были Мы Их Покупали Потому Что Они Были Идеальны И Например Макбук Мы И И Технику Apple Потому Что Она Беспрекословно Работает Но Сейчас Действительно Бывают Случаи Когда Там Может Камера Подвиснуть Или Экран Подвиснуть Из DJI Так же То есть Мы Уже 7 лет Летаем На DJI И Вот На 7 Год Уже Начинаются Какие-то Подглючивания Со стороны Технических С Технической Стороны То есть Можно ли Сказать Что Они Монополисты И Они За счет Этого Не знаю Мне кажется Ну Слушай Ну Ты Эксперт В этом Я Тему И Представить Ну В теории Можно Что Просто Они Стали Меньше Там Дорабатывать Меньше Времени Уделять Каким-то Деталям Потому Что Они Сейчас Расширили Свою Линейку Дронов Другого Обрудования Для съемки И возможно Где-то Они Стали Дорабатывать Меньше И Больше Работать Над Качеством Других Продуктов Потому Что В целом Их Да Действительно Я хочу Сказать Что Если Раньше Например Когда Были Фантом Да У них Была Линейка Фантом Линейка Мавиков Да Которые Мавиков Инспайр Да Вот Они Были Три Потом У них Появились Спарки Спарки Трелла Книги Маленькие Потом Они Решили Что Мавик 2 Про Должен быть Про И Зум Они Уже Уши Расширили Потом Они Добавили Линейку Помнишь Что Трелла По-моему Был Потому Что Они Стали Развивать Свою Линейку И Больше Уходить В Коммерческую Зарабатывание Денег Для Меня Не Секрет Что Я Вижу Твой График Что Твой График Расписан До Октября Твой Как Было Назвать Ф Ф Фарфор Дрон Который Был Твоим Флагманом Сейчас Лежит На дне Море Средиземного Моря На чем Ты будешь Летать Ой Я Немножко Размышлял На эту Тему Сейчас Окей У нас Есть Мини Три Которые Мы хотели Продавать Так Он Лежит Без Дела Продавать Буквально Когда Саша Отправлялся В поездку Я Он Упаковывался И я Смотрел На свой Дрон И говорю Что Слушай Ну Я Поигралась Мне Достаточно Я Все-таки Сейчас Буду Заниматься Дальше Развитием Академии И Наверное Ну Пилотировать Дрон Дрон Я Сейчас Не Буду Давай Чтобы Он Не Простаивал Мы Его Продадим И Саша Говорил До Типа Дане Не Надо Вдруг Понадобится Еще Для Чего Ты Слушай Тебе Починили Камеру Тебе Больше Нет Необходимости В моем Дроне Я Хочу Выставить Его На Продажу И Вот В этот Через Три Дня В нем Опять Появляется Необходимость Какая Интересная История Да Вот Думаю Что Летать Буду На Мини Три Первое Время Потому Что Сейчас Буквально Через Пять Дней Презентует Инспайр Третий С Хорошей Камерой От Рони 4D После Этого Через Месяц Презентует Air 3 И Еще В конце Лета Там Осень Презентует Мавик 3S Я Подумала Что Было Бы Здорово Если Кто-то Досмотрел До Этого Времени И Кому-то Это Интересно Напишите В Комментариях Что Я Жду Обзор Я Жду Твои Твои Мысли На Тему Инспайра И Air 3 Они Выпускают И Air 3 И Если Я Думаю Саша Увидит Отклик Мы Убедим Записать Его Мысли Он Вообще На самом деле Не Любит Говорить Наперед Гадать Да Он Не Любит Гадать Но Я Думаю Что Если Саша Увидит Отклики В Комментариях Он Запишет Свои Мысли Насчет Будущих Новинок Диджай Которые Планируются В этом Году А их Планируется На самом Деле Очень Много Да Три Дрона Которые Будут Интересны Ну Кроме Наверное Мавик Три С Потому Что Там Так Много Сильные Изменения Будет Планируешь Ли Покупать Новый Дрон Вопрос Вопрос Из Моего Приложения По Ведению Бюджета Я Не Знаю С Одной Стороны Что Мини Три Классный Дрон Он Отлично Выполняет Все Тех Пункции Для Которых Создавалась Модель Мини Но Иногда Конечно Хочется Картинку Получше Посочнее Динамичнее Имеют Динамический Диапазон Больше Возможности На Пост Обработке И Сейчас Я хочу Просто Посмотреть Что Презентует За Air Третий Да Понятное Дело Что Он Не Будет Лучше Флагмана Что Он Будет Оставаться Посередине Ну Просто Интересно Потому Что Мавик Три Сайн Классный Это Вообще One Love Это Топ Из Того Что Сейчас Есть Для Одного Пилота И Майк Третий Реально Очень Классный Дрон И Жаль Что Его Сейчас Нет У Меня Ну Раз Мы Вернулись К Мавику Третьему Расскажи Какой У Тебе Был Самый Запоминающийся Проект Самый Запоминающийся Ну Один Из Таких Я Не могу Назвать Проектом Но Трип По Турции Когда Мы Делали Нашу Поездку По Турции Когда Мы Прилетели Стамбул Взяли Машину Варианты Доехали До Мерсина И До Фитие Все Эту Дорогу Я Снимал На Мавик 3 И Да Это Некоммерческий Проект Но Там Было Очень Много Классных В целом Кадров Локаций Мы Очень Много Летали Очень Много Снимали Ты Вела Машину Я Летал То Есть Это Было Классно Из Красиво Локации Яхтинг Ну Да Это Не Это Не Какая Одна Съемка Потому Что У меня Очень Много Классных Съем Который Мне Нравится Яхтинг И тот Который Мы Снимали Где Дрон Утонул И Там Другие Выходы С Яхтами То Это Все Классно Красиво Интересно И Это Очень Красиво Кадр Получается Я На самом Деле Может Отнесла Именно Баба Кэмп Почему Потому Что Когда Я Вспоминаю Про Моих Трисайн Я Вспоминаю Кадр Я думаю Ты его сможешь Вставить На монтаже Когда Вы Снимали Диджей Сет Когда Я тебе Еще Говорила Что Надо В Уровень 2 Для Тех Кто Продолжает Добавить Урок Про Изменение Высоты Уровня Дрона Заворот И подъем Камеры Вверх Потому Что Это Было Просто Потрясающе У меня Этот кадр Он Уменяет Знаешь Каждый раз Будоражит И это Все На X7 Это Было Потрясающе Окей У меня Был Такой Вопрос Который Я Анонсировала Вначале Точнее Который Ты Анонсировал Но Сейчас Я Поняла Что По-моему Мы С ним Не Путешествовали Но Вопрос Звучал Так Как Много Стран Ты Посетил С Проехали Очень Много И Дубай Дубай Тремон Потому Что Все Остальные Поездки По Европе По Всем Странам От Откуда Мы Начинали Из Франции До Швеции Обратно В Монако Ницца То есть Очень Много Стран Мы Проехали По Европе И Я Брал С С С Мини Три Потому Что Он В целом Легче И Просто В путешествии Намного Проще Взять Собой Маленький Легкий Дрон Чем Эта Сумка Она Просто Реально Очень Тяжелая От Третьего Мавика Я Думаю Что Если У него Не Было Проблем С Камерой Мы Таскали Бо Его С 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 Больше Скажу По Мой Т Брал С С Бо Стабилизатор Нет Один Объектив Но Да Они Так Раз Говорят Зачем Путь Чести Куда Еще Брать С С Тяжелую С Объективом Тяжелым Если Есть Телефон Ты Можешь С С С С С снимать но нет я всегда брал всегда всегда еще раз всегда вирус обыкать и да возможно если бы не было проблем с камерой потому что помню что у нас были слов с камерой возможно я бы взял 3 не знаю зачем но картинка качество как-то сам само внутреннее ощущение ты у тебя есть флагманский дрон что он снимает офигенно классно красиво что может хорошо обрабатывать ты просто хочешь брать его или так хорошо обрабатывать видео которое уже снято в октябре и который до сих пор не смонтировал другой вопрос хорошо ну сейчас мы на позитивной ноте но мне хочется узнать ты уже поделился мыслями что точнее чувствами которые испытывал непосредственно яхте то есть у тебя был как назвать отчаяние потому что не понимал что происходит и ты понимаешь я поймал что ничего да ты понимал что происходит ты понимал что ты ничего не можешь сделать и тебя ничего не зависит какие сейчас тебя чувства получается это было буквально три дня назад вот сейчас вот все эти дни я не прикасался к рассъемке я не думал о дронах я не думал о пульте я не думал о полетах потому что как только я начинал думать о том что у меня есть там проекты впереди ждут меня где мне надо летать и что меня бы взять пульт мне просто руки тяжелели опускались и я не хотел просто меня не было внутреннего ощущения желания летать сейчас я не знаю на 3 дня взял перерыв далее не заниматься аэро именно ну заниматься другие проектами либо вообще просто отдыхать то есть странное ощущение которое у меня никогда не было то есть не было у меня никогда вообще ни к чему такого ощущения что ты что-то хочешь но тебе какой то есть внутренний блок и вот с этим дроном когда он ушел когда я там уже приехал домой вечером когда я думал про трон про съемку нет просто руки тяжелели имеют внутри было неприятно это об этом думать сейчас от меня они тоже не знаю три дня каждый день там спрашивают про какой будет следующий дом какое решение какое решение я говорю что давай потом давай потом просто не хочется пока что как-то к этому к этой теме возвращаться потому что она мне не знаю почему очень как-то внутри болезненно отразилось как бы я не был там весел на камеру общаясь там с вами я обсуждаю там с ребятами какие-то другие проекты внутри мне обидно грустно печально хорошо давай тогда закончим мы таким хорошим вопросом вот представь что так как для тебя дрон был сюрприз да ты не знал что он приедет и не знал что он будет у тебя и это было внезапно но если бы ты сам покупал его в дубае да вот например ты в феврале был в дубае и ты видишь что есть мэвик три сайн и у тебя появляется видение как ты его трогаешь и понимаешь а через год через неделю у него будет проблемы с камерой а через год он утонет ты бы его купил если бы я знал что у него проблемы с камерой то я бы вы не купил вот ну потому что это реально очень много времени проста его дни много времени он стоял ты много времени сил потратил на то чтобы это все восстановить отремонтировать и да это было но неприятный момент связанный с дрона это было дорого потому что полет плюс туда это было 300 или 400 долларов да потом еще ты с билетами это тоже там было прилично да окей теперь давай второй вариант а ты берешь его и понимаешь что у него не будет никаких проблем на через год он утонет ты его покупаешь но если бы не был бы выбор что мавик 3 либо мавик три сайн ну и да и при том что этот образно утонет то наверное все равно бы взял мама виктри сайн да я потом переплатил и полторы тысячи долларов за это дро но я бы этот год бы просто кайфовал наслаждался теми возможностям который он дает участвовать в тех проектах где требуется его возможности и до год я бы все равно бы наслаждался спасибо и пожалуйста напишите как вам такой вариант потому что я вообще личность не медийная я всегда нахожусь за кадром я там могу помогать социальными сетями с инстаграмом я веду академию ее продюсирование нанимаю персонал занимаюсь оплатами я всегда где-то за и на самом деле это наверное мой первый опыт давать интервью брать интервью и вообще работы вот таком вот прямом ключе на камеру да это можно сказать что было первое да когда я просто сидела и разговаривала с камера если не читать уроки которые я записывала вот в связи с этим вопрос как вам такой вариант интересно ли вам чтобы я появлялась и мы проводили такие я не знаю скорее брифинг или подкаст я бы на волку подкаст то есть со мной будет про общение но единственно чтобы я поправил я бы делал может быть половина меньше потому что я не знаю общение просто идет 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 и у тебя выходит там на час это видео как будто бы много но с другой стороны ты рассказывал там про свою жизнь какие-то свои воспоминания ты делился своими чувствами мне кажется те кто тебя хорошо знают им будет очень приятно посмотреть и как бы таким образом пообщаться тобой те кто тебя знают недостаточно хорошо они так ближе и теплее становятся к тебе и вы с ними становитесь друзьями стран то что вы же находите через камеру это как вот с твоим подписчикам в инстаграм у тебя есть ребята которые с тобой с 16 года и так приятно встречаться с ними вживую причем как руки когда мы находились в сочи ну как бы это все в рамках россии но когда я сейчас нахожусь в турции и кто-то приезжает в этот же город либо там проездом и хочет встретиться блин это очень классно приятно мотивирует заниматься ну то есть если например аэросъемкой видеосъемкой саж занимается по-любому потому что это его любимая работа то блогер блогерство это то к чему было прийти тяжело потому что говорить так вот на камеру спрашивать темы которые интересные раскрывать их это не самая легкая работа а это работа потому что на это тратится очень много времени и получать отклик от других людей это бесконечно приятно поэтому мы ждем от вас обратной связи и до встречи в следующих видео если вдруг вы досмотрели до конца то огромное спасибо респект подписывайтесь ставьте колокольчик ставьте лайк этому видео потому что когда вы ставите лайки какие-то там комментарии оставлять под видео рассказываете свои истории на эти вопросы то есть я понимаю что это кому-то откликать что это интересно что этот час жизни и эти воспоминания пошли не зря да то есть когда ты видишь какую-то какой-то отклик от аудитории понимаешь ты делаешь это не зря и тебе хочется создавать основу поэтому пожалуйста поставьте лайк видео будем продвигать спасибо всем за просмотр история про один маленький но очень гордый дрон который летел над морем долгие долгие мили но так и не смог достичь противоположного берега он утонул во славу храбрых дронов и благодаря ему новые морские обитатели обрели жилища документальный фильм основанный на реальных событиях мать его